то во всем мире. Но ведь в этом тоже была правда. По статистическим данным Организации Организации Национальных Наций, в Эфиопии 99% неграмотных, на Гаити 90% неграмотных, в Йемене 99% неграмотных. В Афганистане, Нигерии и Судане один врач на 40 тысяч человек. На Новой Гвинеи, в Лаосе, в Сьерра-Леоне один врач на 20 тысяч человек. На Земле 2 миллиарда 902 миллиона человек. Из них миллиард 500 миллионов голодает или питается неудовлетворительно. Чёрная серия, о которой я хочу вам рассказать, это явление исторически локальное и вполне определённое. Но это с одной стороны. А вот с другой стороны, то, что её породило, то есть тотальный государственный запрет на теневые стороны жизни, как выражались официальные идеологи, был присущ решить не всем странам, бывшего социалистического блока. Соответственно, и реакция на этот запрет, то есть систему разнообразных табу, тоже повторялась. Как только где-либо в соцлагере начинал дуть ветер перемен. Правда, в разных странах художники реагировали, естественно, по-разному. Такие чёрные серии в документальном кино шире конкретного явления. Это проблемы социальных табу и разные варианты их преодоления. Больше так было художников на мир, где идеалы внушались принудительно, а жизнь оказывалась под запретом. В 79-м году вышел фильм Кшиштофа Кислёвского «Кинолюбитель». Он оказался незаменимым комментарием к явлению чёрной серии. Туда не надо. Ждите здесь. Когда они будут выходить, вы их снова запечатлите. Я вас предупрежу. Кшиш, недовольная тем, что делает с этим сухим или, наоборот, страшно напыщенным официозом, решила показать оборотную сторону жизни, которая вот при официальных, очень таких победных... Ну, а может, в том жестве этого бубка? В какой-то степени реакция польских критиков была объяснима. Ведь поколение Вайды это был вариант сюжета «Как закалялась сталь». А в картине Гоффмана из Кужевского «Внимание хулигана» была реконструирована реальная ситуация. Точнее, путь к преступлению. Куда так легко было упасть? Картина становилась и поучительной, и драматичной, и что греха таить, увлекательной. И, как бы, друзья, товарищи по соцлагерю, как бы, сами предложили, предлагали, привозили, обсуждали, и, как бы, невозможно было не допустить этого показа, но каждый показ всегда кончался вот статьями, докладами, куда надо. И вот весь этот комплекс проблем и породил название черной. Вот это возникновение термина «черная серия». Юрий Спудникс об этих кадрах из польского фильма, когда на заре перестройки снимал свою картину «Легко ли быть молодым?» У него есть похожие кадры, снятые в суде. Только даны они протокольно, как данность. Без шока и надежды на прозрение. Забили коллега. Как до того дошло? Кторый из них есть? Двененко. И, что только они. Какая-то чешская дама сказала мне, ой, на вас поляки повлияли, и у вас появились эти интонации. Повторялись не интонации, повторялся застой, он был и в Польше. И тогда официальной пропаганде противостояла реальная память о войне. Долгая память. Звучит песня о полевой почте варшавских повстанцев. И вот смотришь на эти кадры и забываешь об идеологических штампах вообще. Нет их, и все тут. Кино. Режиссеры первыми поняли, что преодоление идеологических табу тоже может быть заряжено идеологией. И они начали говорить со своим народом без посредников. Многие спрашивают, кому принадлежит искусство. В Венгрии, к примеру, составляет 10,5 миллионов. Но в лучшем случае только полмиллиона из них бывают на выставках. Люди, которые говорят о банкротстве культурно-просветительных предприятий. Они задают вопрос. Не было бы гораздо полезнее, если бы деньги, предназначенные для популяризации искусства, пошли бы на жилищное строительство. Ведь таким образом ежегодно можно было бы решать жилищную проблему для многих тысяч людей. Неужели искусство на самом деле является роскошью меньшинства? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова